Здравствуйте, уважаемые читатели и почитатели рецептов народной медицины зауральского казачества, чей богатейший практический опыт трава и гриба лечения насчитывает вот уже более 240 лет. Я, Глейх Владимир Андреевич, онкотравник-целитель лесостепной зоны Южного Урала и Зауралья, предоставляю вам на всеобщее обозрение лекарственное сырье болиголова пятнистого, которое имеет белые соцветия, листья и ядовитые зеленые эфиромасличные семена этого растения. Мелко измельчил, измельчил я это сырье, вот, и сейчас просушиваю в трехкородных коробках. Отличительная черта болиголова пятнистого от всех зонтичных отличается тем, что из всех зонтичных только болиголов пятнистый имеет полый стебель, полый стебель, и имеет фиолетовые, темно-фиолетовые, либо розовые пятна на стеблях, многочисленные пятна, вот, видите, это отличительная черта болиголова пятнистого от других зонтичных растений. Хочется подчеркнуть, что в условиях Германии я это лекарственное растение вырастил у себя на даче и вблизи кукурузного поля выхлопные газы автомобилей не попадают на мои лекарственные растения, так как постоянный восточный ветер хорошо, сильно отдувает выхлопные газы автомобилей. Они не заряжены отходами выхлопных газов, как кадмием, свинцом и другими тяжелыми металлами. Населению Германии я высылаю спиртовые настойки болиголова пятнистого и спиртовую настойку смеси лекарственных сырья болиголова пятнистого, живокости полевой и можжевельника обыкновенного или можжевельника казацкого. Спиртовая настойка болиголова является классическим примером лечения онкологии различных внутренних органов и наружных покровов, онкологии костно-мышечных тканей. Ее множество людей в России знает эту настойку болиголова пятнистого. Она у меня пятидесятишестипроцентная, то есть я настаиваю настойку болиголова соответствующим образом, то есть на пол-литра чистого рестифицированного спирта польского производства, то есть спирта высшей очистки, я добавляю примерно 200-250 граммов хорошо и правильно качественно высушенного сырья болиголова и настаиваю один месяц в темноте. После этого я не смешиваю спиртовую настойку с водой, как некоторые люди думают. Я не занимаюсь обманом людей. Готовую спиртовую 96% настойку болиголова пятнистого я смешиваю с 40% хорошей зерновой водкой, российской водкой, например, водкой марки 5 озер. И настаиваю еще полмесяца, затем процеживаю. У меня получается 1 литр 56% спиртовой настойки лекарственного сырья болиголова пятнистого. Таким же методом я приготовляю лекарственную настойку смеси лекарственного сырья болиголова пятнистого, живокости полевой и можжевельника обыкновенного или можжевельника казацкого. Вторая моя настойка смеси лекарственного сырья трех растений все-таки более эффективна при лечении онкологии внутренних органов. и имеет более широкий спектр лечения сопутствующих заболеваний. Непосвященным людям объясняю, что читаете мои рецепты народной медицины зауральского казачества. Хочу еще сказать, что я зарегистрирован в 11 группах в Одноклассниках ВКонтакте ВФейсбуке В Моем Мире, в Твиттере и в других социальных сетях Многие люди в России думают, что в Германии официальная медицина хорошо лечит онкологические заболевания, делают хорошие операции на внутренних органах. и в России развелось множество благотворительных фондов, которые собирают астрономические суммы денег для лечения ребенка и отправляют с родителями в Германию для того, чтобы сделать операцию. Но вы глубоко ошибаетесь в Германии так же, как и в Израиле и в Соединенных Штатах Америки в Австралии и в других странах развитых странах мира практикуют так же, как и в России химиотерапию, губительную химиотерапию и ради облучения. Только в неоперабельных случаях, когда нельзя делать операцию, например, на головном мозге. Врачи только контролируют через каждые шесть месяцев производят снимки головного мозга, то есть МРТ головного мозга с тем, чтобы определить течение онкозаболевания головного мозга, например. Хочется особо подчеркнуть, что вы не надеетесь на якобы всесильную официальную медицину в Германии. Сами немцы утверждают, что в Израиле лечат онкологию лучше всех в мире и делают самые лучшие операции по микрохирургическому удалению злокачественных стволовых клеток, например, мозга. Так вот, я вам хочу сказать, что даже после операции таких, которые возможны, возможно оперировать ими, не всегда человек или ребенок живут больше двух, трех, четырех, максимум пяти лет. Например, у нас здесь в Германии 8 марта 2019 года умер десятилетний мальчик. Родители не знали, что в семь лет у мальчика появилась раковая опухоль головного мозга. только через год, когда ребенку стало плохо, стали головные боли, головокружение, тошнота, рвота, они обратились в поликлинику и там врачи сказали, что еще год назад, то есть в возрасте семи лет у него начала появляться раковая опухоль в голове и ему сделали операцию в 8 лет, облучали его, делали много курсов химиотерапии и сожгли все внутренние органы и кровь запеклась от химии. Мне очень больно говорить об этом. Мальчик очень сильно страдал и мучился и умер в мучительных адских болях. Практически в каждом городе Германии каждый месяц один или несколько человек умирают от онкологии, от тяжелых неизлечимых онкологических заболеваний. В народной медицине заральского казачества Бориголов пятнистый пользуется большим почетом лечения тяжелых неизлечимых онкологических заболеваний. Я высылаю по Германии данное время спиртовые настойки 56% спиртовые настойки болиголова пятнистого и 56% настойки смеси лекарственного сырья болиголова пятнистого живокости полевой и можжевельника обыкновенного или можжевельника казацкого. ну что еще хочется сказать имею множество других лекарственных трав которые у меня качественно в тени высушены на ветру и ждут своего часа для реализации онкобольным людям. еще хочется сказать русскоязычным жителям Германии что обращайтесь ко мне за помощью обязательно сообщайте мне в комментариях или говорите мне по телефону диагноз больного его возраст его состояние сопутствующие заболевания можете присылать мне снимки медицинского заключения на мою электронную почту которую я вам всегда сообщу при большом желании вашем вот еще хочется сказать что множество людей прибывших в различные годы в 90-х годах из России Белоруссии Казахстана Узбекистана и других республик бывшего Советского Союза привозят с собой онкологические заболевания не подозревая даже об этом или зарабатывают их здесь в Германии уже с пищей с воздухом да-да вы не ослышались вы не ослышались сырой воздух в Германии кишит микробами вирусами грибками которые через дыхательные пути попадают детям взрослым пожилым людям и с течением времени по прошествии например года и более вызывает онкологические заболевания различных внутренних органов так вот люди уважаемые люди не верьте слепо официальной медицине конечно вы делаете МРТ головного мозга но не поддавайтесь на уговоры врачей на проведение губительных для организма и жизни больного губительных процедур химиотерапии и радиооблучения берегите своих детей своих родных близких ибо только от вас зависит жизнь ваших детей и близких я имею ограниченное количество болиголова пятнистого насушил заготовил и насушил всего три коробки и так же имейте ввиду что у меня не всегда будут спиртовые настойки если их не будет то мне вынуждено придется высылать людям соответствующее количество болиголова пятнистого по определенной цене с тем чтобы люди могли по моим рецептам приготовить себе в домашних условиях спиртовую настойку соответствующую спиртовую настойку я являюсь сертифицированным травником целителем онкотравником целителем межрегиональной межрегиональной извините пожалуйста алтайской межрегиональной медицинской ассоциации парсональной медицинской ассоциации народных целителей России и духовно являюсь и по настоящее время им пожалуйста обращайтесь ко мне за помощью за срочной помощью не надейтесь только на официальную медицину до новых встреч в следующем